Алексей Музылёв, самоучитель начинающего кожевника, читает автор. Глава первая. О книге. Изготовление и декорирование изделий из кожи – одно из прекраснейших ремесел, известных людям. И сегодня работа с кожей привлекает к себе внимание ввиду как практического значения, так и эстетической составляющей, связанных с прекрасными свойствами кожи – мягкостью, фактурностью, пластичностью. Для желающих научиться работе с кожей существуют как государственные учебные заведения, так и частные образовательные организации, представляющие широкий спектр образовательных программ, как в профессиональном, так и в декоративно-прикладном направлении работы с изделиями из кожи. Ну а для тех, у кого нет возможности посещения образовательных учреждений, всегда существует путь самостоятельного обучения, с использованием учебного материала книг, видеопособий, общения в интернете с другими мастерами. Именно для этой категории начинающих кожевников я написал это небольшое методическое пособие, основная задача которого – снять страх у начинающих перед началом работы с кожей, предостеречь от основных ошибок, рассказать об основных составляющих кожевиного ремесла, дать четкий план построения самостоятельных занятий. В книге будет дано много полезных советов по выбору и покупке основных инструментов и материалов, а также по организации продаж изделий из своих рук. Вся информация, представленная в книге, получена путем моего личного опыта работы с кожей, а также систематизации знаний из книг, видеопособий и личного общения с другими мастерами-кожевниками. Я бы хотел пожелать начинающим кожевникам больших творческих успехов с надеждой, что информация, представленная в этом пособии, будет интересно и полезно, поможет всем желающим начать занятие прекраснейшим из искусств – кожевином ремеслом. С уважением, автор Алексей Мазалев. Глава 2. В составлении плана самостоятельного обучения. Самостоятельное обучение работы с кожей состоит в теоретическом изучении основных составляющих кожевиного ремесла с последующим практическим применением полученных знаний. Основные составляющие это 1. Основные направления работы с кожей. 2. Материалы кожи, краски, фурнитура, вспомогательные материалы. 3. Инструменты. 4. Технические приемы. 5. Конструктивные элементы изделий из кожи. 6. Технологические процессы изготовления изделий из кожи. 7. Дизайнерские приемы, применяемые в изготовлении изделий из кожи. Процесс теоретического изучения рекомендуется проводить именно в этой приведенной выше последовательности. Сначала следует познакомиться с составными видами кожи, изучить инструменты первого уровня и технические приемы при работе с ними, после чего изучать конструкции кожаных изделий, последовательности по сборке основных элементов. Хотя на начальном этапе работы с кожей можно ограничиться просто копированием изделий других мастеров, для личного роста рекомендуется изучение основных дизайнерских приемов при работе с кожей, с практикой конструирования собственных изделий путем творческого сочетания, в скобках вариации, импровизации, скобка закрывается, материалов и дизайнерских приемов. Для более четкой организации образовательного процесса каждому начинающему изучению работы с кожей рекомендуется составить личный план самостоятельного обучения. Составляние плана обучения проводятся на основе личных приоритетов начинающего кожевника. Поэтому, как в любом виде деятельности, начинать обучение лучше всего путем выбора для себя наиболее привлекательного изделия из кожи, которое хотелось бы сделать в первую очередь. Сосредоточить хотя бы на начальном этапе обучения все внимание на навыках, предварительных упражнениях, инструментах и материалах, которые понадобятся для изготовления только этого выбранного изделия. Далее, обязательно приступить к практике, попробовать изготовить изделия своей мечты. При возникновении сложных моментов следует спрашивать советы у других практикующих или искать ответы в справочной литературе и видеопособии. Конечно, желательно для первого изделия выбрать наиболее простые конструкции. Помню, что основная задача не в изготовлении технически сложного изделия, а в знакомстве с кожевным ремеслом, отработке технических приемов и практических навыков работы с кожей. Сосредоточение на начальном этапе обучения на практическом изготовлении своего первого изделия поможет решить две основные задачи. Во-первых, укрепить он начинающего веру в свои силы, а во-вторых, научит важному навыку работы с информацией. Умение работать с информацией из различных источников – важная составляющая успеха самостоятельного обучения, поскольку одной из самых больших проблем начинающего кожевника является обилие и противоречивость информации по работе с кожей, представленная в сотнях книг, видеороликах на ютубе, форумах и группах в соцсетях. Противоречивость связана в первую очередь с многообразием видов кожевенной деятельности и соответствием многообразием критериев ее оценки. Лишь четкое следование планов самостоятельного обучения позволит взять из огромного массива знаний в определенные подходящие лично для начинающего кожевника последовательности, а также позволит экономить время и ресурсы. При составлении личного плана обучения следует сначала познакомиться с двумя-тремя видами кожи, изучить и получить навыки владения семью-восьми основными инструментами, взять для практики самые простые поконструктивные изделия. Дальнейшее обучение происходит путем изготовления более сложных по конструкции или дизайну изделий, практическое изготовление которых требует знакомства с большим количеством инструментов и материалов, кожа, краски, фурнитура. Поскольку основной задачей кожевника в декоративно-прикладном направлении кожевенного ремесла является изготовление оригинального, авторского продукта, следует обратить внимание не просто на изучение основных составляющих, а на умении творчески сочетать их в процессе конструирования и изготовления изделий из кожи. Да, даже для самых простых изделий их возможно так поиграть красками, нитками и формой, что на выходе каждый раз будет получаться оригинальное авторское изделие, а ваш арсенал знаний будет пополняться новыми рабочими сочетаниями составляющих. Важно! Последовательность и методическое изучение технических приемов, приемов поиска личных дизайнерских сочетаний на самых простых по конструкции изделий гораздо предпочтительней для образовательного процесса, чем попытки создать больших сложных составных изделий. Всегда можно найти конструкции стильных и простых изделий, типа браслеты, закладки для книг, брелки, подставки под стакан, кардхолдеры и другие, изготовление которых позволит не только обучиться различным навыкам, но и доставить себе удовольствие от творческого процесса. А ваших близких порадовать небольшим подарком. Продолжение следует...